И окончил Соломон, дом Господень и дом Царский. И все, что предположил Соломон в сердце своем, сделал в доме Господнем, и в доме своем совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, если я повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтоб имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будет там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как и обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. «Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчою и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком, всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь, землею, сею и с храмом сим. И скажут, за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, зато он навел на них все это бедствие. По окончанию двадцати лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону храм, и поселил в них сынов Израилевых. Книга Иова, глава девятая, стих с первого по стих второй главы десятой. И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал, «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих, бурный ветер. Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, То он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцовых, А мы, вчерашние, и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова, Поднимается ли тростник без влаги, растет ли камыш без воды. Еще он свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Обопрется дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви его, В кучу камней вплетаются корни его, между камнями вызреваются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость в пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Я отвечал Иов и сказал. Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одной из тысячи. Премудр сердцем и могусь силою, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один раз простирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил ас, кесиль и хима, и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное бесчисла. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Перед ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если б я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но присыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца. Бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его, да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь, ибо я не таков сам в себе. Опротивила душе моей жизнь моя, предам все печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Книга пророка Исаии, глава 40, стихи с 9 по 17. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, Возвысь, не бойся, скажи городам июдиным, вот Бог наш. Вот Господь Бог грядет силою и мышцы Его со властью, Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чажах весовых холмы? Кто разумел дух Господа, и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, И учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинки на весах, Вот острова, как порошенку, поднимает Он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Итак, кому уподобить Его Бога? И какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и золотищик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. Иоанн Листьевичник Степень 23 О безумной гордости Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матери осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоиступления, виновница потений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилища, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы. Начало гордости — конец тщеславия, середина — уничижение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения, а конец — отвержение Божьей помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав. Услышим все, хотящие избежать рва сего. Весьма часто сия страсть получает пищу от благодарения, ибо она сначала не склоняет нас бессыдно к отвержению Бога. Видал я людей, устами благодаривших Бога и возносившихся в мыслях своих. А всем ясно свидетельствует фарисей, сказавший «Боже, благодарю Тебя». Где совершилось грехопадение, там прежде выдворялась гордость, ибо провозвестник первого есть второе. Один почтенный муж сказал мне, положим, что есть двенадцать бесчестных страстей. Если произвольно возлюбишь одну из них, то есть гордость, то и одна сия наполнит место прочих одиннадцати. Высокомудрый монах сильно прикословит. Смиренно-мудрый же не только не прикословит, но и очей возвести не смеет. Не преклоняется кипарис и не стелется по земле. Так и монах высокосердый не может иметь послушания. Высокоумный человек желает начальствовать, да иначе он и погибнуть совершенно не может, или, правильнее сказать, не хочет. Бог гордым противится. Кто же может помиловать их? Нечист пред Господом всяк высокосердый. Кто же может очистить его? Наказание гордому — его падение. Досадитель — бес. А признаком оставления его от Бога есть умоиступление. В первых двух случаях люди нередко людьми же были исцеляемы. Но последнее от людей не исцельно. Отвергающий обличение обнаруживает страсть, а кто принимает оное, тот разрешился от уз ее. Если от одной этой страсти безо всякой другой некто не спал с неба, то должно исследовать, невозможно ли смирением и без других добродетелей взойти на небо. Гордость есть потеря богатства и трудов. Вопьют ко Господу, но он не внемлет им. Без сомнения, потому что не отсекали причин того, против чего молились. Один премудрый старец духовно увещевал гордящегося брата, но сей ослепленный сказал ему, «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый же старец взразил, «Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь, я не горд?» Таковым весьма полезно повиновение, жестокое и презренное жительство и чтение о сверхъестественных подвигах святых отцов. Может быть, хотя через это сие недугующие получат малую надежду ко спасению. Стыдно тщеславиться чужими украшениями и крайнее безумие гордиться Божьими дарованиями. Превозноси столько теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения своего, а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог, как и самое рождение. Какие ты исправлял добродетели без помощи ума, те только и твои, потому что Бог даровал тебе и самый ум. Какие подвиги показывал ты без тела, те только и относи к твоему тщанию, ибо и тело не твое, а творение Божие. Не уповай на себя, пока не услышишь последнего о тебе изречения, памятуя, что и возлежавший уже на брачной вечере был связан по рукам и ногам и ввержен во тьму кромешную. Не возвышай вы, перстный, ибо многие, будучи святы и невещественны, были свержены с неба. Когда без гордости утвердится в своих служителях, тогда, являясь им во сне или наяву, в образе святого ангела или мученика, преподают им откровения таинств и как бы дар дарований, чтобы сии окаянные, прельстившись, совершенно лишились ума. Если бы мы и бесчисленные смерти за Христа претерпели, то и тогда не исполнили бы должного, ибо иное есть кровь Бога, а иное — кровь рабов, по достоинству, а не по существу. Если не перестанем сами себя испытывать и сравнивать житье наше с житьем прежде нас, бывших святых отцев и светил, то найдем, что мы еще и не вступали на путь истинного подвижничества, обета своего, как должно, не исполнили, но пребываем еще в мирском устроении. Монах, собственно, есть тот, кто имеет невозносящееся око души и недвижимое чувство тела. Монах есть тот, кто невидимых супостатов, даже и когда они бежат от него, призывает на брань и раздражает, как зверей. Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхищении ума к Богу и спасительной печали. Монах есть тот, кто имеет такой навык к добродетелям, а какие другие к страстям. Монах есть непрестанный свет в очах сердца. Монах есть бездна смирения, в которую он не зринул и в которой потопил всякого злого духа. От гордости происходит запвение согрешений, а память о них есть ходатай смиренно-мудрия. Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете. Сия скверная страсть не только не дает нам преуспевать, но и с высоты низвергает. Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою. Гордый монах не имеет нужды в бесе, он сам сделался для себя бесом и супостатом. Тьма чужда света, и гордый чужд всякой добродетели. В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в душах смиренных небесные видения. Тать не любит солнца, гордый же уничижает кротких. Не знаю, как это бывает, что многие из гордых, не зная самих себя, думают, что они достигли бесстрастия, и уже при исходе из всего мира усматривают свое убожество. Кто пленен гордостью, тому нужна помощь самого Бога, ибо суетно для такого спасение человеческое. Некогда я уловил сию безумную прелестницу в сердце моем, внесенную на раменах ее матери тщеславие. Связав обоих узами послушания и бив их бичом смирения, я понуждал их сказать мне, как они вошли в мою душу. Наконец, под ударами они говорили, мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительницы всех страстей. Немало ратует против нас сокрушение сердца, рождаемое от повиновения. Быть кому-нибудь подчиненными мы не терпим, посему-то мы и на небе пожелав начальствовать, отступили оттуда. Кратко сказать, мы родительницы всего противного смиренно мудрию, а что он ему споспешествует, то нам сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением поруганий, за исправлением послушания и безгневия, непометозлобия и служения ближним. Наши исчадия суть падения мужей духовных, гнев, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прикословие, своенравие, непокорство. Есть только одно, чему мы не имеем силы противиться. Будучи сильно тобой убиемы, мы и сие тебе скажем, если будешь искренне укорять себя пред Господом, то презришь нас, как паутину. Ты видишь, говорила гордость, что конь, на котором я еду, есть тщеславие, преподобное же смирение и самоукорение, посмеются коню и всаднику его, и со сладостью воспоют победную оную песнь. Пою, Господу, славно, попрославися, коня и всадника ввергни в море и в бездну смирения. Кто взойдет на нее, если только возможно взойти, тот будет крепок. КОНЕЦ